Здравствуйте! Вы смотрите в центре внимания в студии Евгения Монакова. Сегодня поговорим о промежуточных результатах, о том, как в принципе проходит сельскохозяйственная перепись в Амурской области. У нас в гостях начальник отдела статистики предприятий сельского хозяйства Амурстата Любовь Алексеевна Мещанинова. Здравствуйте, Любовь Алексеевна! Добрый день! Кажется, не так давно разговаривали о том, что все только начинается, а уже практически все завершается. Потому что перепись у нас официально началась с 1 июля. А как работали переписчики в Амурской области? Да, вот сами переписчики непосредственно по участкам начали обходить с 1 июля и до 15 августа. Месяц они уже практически отработали. И по результатам их работы мы подвели небольшие такие итоги. И выяснили, что 80% объектов переписи они уже переписали. Осталось совсем немного. Некоторые районы у нас вообще в передовике выбились. Вот, допустим, такой же, как город Тында, Свободный, Райчихинск, Ромнинский, Архаринский район. У них объектов переписи переписано около 90%. То есть это вообще удивительно? Это районы, наверное, где не такая концентрация высокая, да, раскиданная? Там совершенно другая причина. Именно вот тем, что эти районы, что у них объекты переписи раскиданы очень далеко друг от дружка, мы были вынуждены на одно место переписчика принимать 2-3 человека. В каждое село по одному переписчику. Допустим, если норма переписать одному переписчику 640 объектов, то мы их разбивали на несколько объектов и на каждый участок посылали одного переписчика. Поэтому у них и процент повыше немножко, чем у других. Любовь Алексеевна, задача вообще какая? Переписать всех? В сельской местности мы переписываем абсолютно всех. Личное подсобное хозяйство, а также дачные, садовые, огородные участки граждан. Ну, давайте тогда еще раз напомним, наверное, кто вообще в принципе у нас подлежит переписи сельскохозяйственной. Сельскохозяйственной переписи подлежат все сельхозпредприятия, предприятия малого бизнеса, которые занимаются сельскохозяйственным производством, личное подсобное хозяйство, крестьянско-фермерские хозяйства, а также участки садовые, дачные участки граждан. Ну, мы знаем уже, да, из нашего предыдущего интервью я уже узнала, что работают с гаджетами переписчики в этот раз. И причем, ну, достаточно большое количество гаджетов. Да, 50% наших переписчиков, вот нам по норме выделили 274 ставки переписчика на область, из них 50% работают с применением планшетного компьютера. Как у них это получается? Как у них это получается? Насколько хорошо? Во-первых, получается это у них неплохо, единственное, что подводят гаджеты. Во-первых, гаджеты, когда человек выходит в поле, не каждый переписывает личное подсобное хозяйство, приходит к вам, допустим, в дом, не каждый человек пригласит его к себе в дом, и приходится переписывать на улице. Планшетник бликует, очень тяжело увидеть, какие цифры и так далее, и приходится дублировать эти, как-то выкручиваться, в тень поворачивать эти. Единственное, что еще у нас были случаи, когда эти планшетники выходили из строя. Нам приходилось срочно их заменять, ремонтировать и назад отправлять в районы. То есть люди выдерживают, техника не выдерживает? Да, люди выдерживают. Да, люди выдерживают. Но вообще работа у них такая достаточно непростая, с чем приходится им сталкиваться, это вот одному Богу, наверное, известно. Ну да, вот допустим, переписчику в день нужно пройти 10 объектов, от 10 до 14 объектов. И представляете, если эти объекты очень далеко друг от друга находятся, это все ногами своими нужно пройти, и это раз. Во-вторых, не все благоприятно относятся к переписчику. Все, допустим, если у людей плохое настроение, ему приходится приходить по нескольку раз к этому человеку, уговаривать, объяснять наши цели, задачи нашей переписи, и все такое, чтобы убедить его пройти эту сельскохозяйственную перепись. Ну то есть вообще, как, ну как чаще всего, какие основания для того, чтобы не проходить вот эту сельхозпереписи? Вы что говорят люди хотя бы? У людей как-то они обычно, кто отказывается от переписи, основания и причины не озвучивают. Может быть плохое настроение, может где-то какие-то разговоры лишние об налогах и еще каких-то. Я хочу убедить, что вот перепись 2006 года, первая наша прошла, ни один налог не повысился на сельхозпроизводителя, правильно? Никого, личное подсобное хозяйство, никого не обложили дополнителем налога. Зачем эта перепись проводится? Нам нужна информация, в каком состоянии, что у нас выращивается, в каком состоянии наше сельскохозяйственное производство находится в области, какая помощь нужно оказать этим производителям, чтобы наше сельское хозяйство выглядело на должном уровне. Любовь Алексеевна, как раз мы поэтому, видимо, туда, в том числе, в переписные листы включены вопросы по инфраструктуре. Если можно, скажите, что вообще там такое спрашивают, ну и по вашим предположениям, на что это может повлиять? Ну, допустим, помимо использования земли, наличия животных у них, птиц и животных, спрашивают еще, какими инфраструктурами подключены к ним, допустим, пользуются ли они дорогами, связью, газом и так далее, в каком оно состоянии. Я думаю, эта информация в дальнейшем приведет к тому, что наше правительство сможет принять какие-то меры по улучшению этой инфраструктуры и вложить туда какие-то денежные средства для ее развития. То есть это может быть основанием для того, чтобы изменить жизнь к лучшему? Да, конечно. В том числе и с распроизводителей. Давайте все-таки поговорим, наверное, с вами такие две большие группы. Это люди, которые с коммерческой целью занимаются сельским хозяйством, если разделить, и люди, у которых личное подсобное хозяйство какое-то. Вот с коммерческой составляющей у нас как вообще обстоят дела? Ну, хотя приблизительно, я понимаю, что еще рано говорить об итогах, но все-таки... Ну, по крайней мере, от Казнякова у нас по крестьянско-фермерским хозяйствам нет. То есть все понимают, зачем это нужно? Да. Все проходят перепись нормально. И дело в том, что у них есть возможность либо дождаться переписчика, что переписчик их придет переписывать, а у кого есть подключены какие-то электронные средства, информация, они могут отчитаться и через интернет с применением электронно-цифровой подписи, не дожидаясь переписчика. Вообще, кстати, подписные листы и вопросы для этих двух групп, они разнятся или они абсолютно для всех одинаковы? Нет, переписные листы отличаются, допустим, тех же личное подсобное хозяйство и крестьянско-фермерское хозяйство, отличаются переписные листы количеством вопросов и расширенным таким видом этих вопросов. Поэтому вот у нас юридические лица, которые являются крупными хозяйственниками, у них переписные листы гораздо больше расширенные, вопросники и так далее. И хочу отметить, что все юридические лица должны, обязаны отчитаться нам самостоятельно, либо на переписных листах, либо с помощью электронных средств. То есть это их обязанность? Это их обязанность, да. Вот кого-кого, но юридические лица мы можем и наказать за отказ от участия в переписи. Лично нет у нас такой возможности. Ну, не секрет, да, что сельское хозяйство у нас было не самым, наверное, лучшим, несмотря на то, что это всегда было, собственно, нашим главным отличительным признаком таким. Но, тем не менее, состояние было не всегда хорошее. Не всегда хорошее. Сейчас как-то больше стало сельхозпространение? Да, я хочу отметить, что сельское хозяйство, оно всегда у нас было дотационным и всегда требовало больших вложений. И, допустим, у нас в этом году хочется отметить то, что нам отчиталось по силу количество крестьянско-фермерских хозяйств гораздо больше, чем в предыдущем году. Люди все-таки, наверное, вкладываются и начинают заниматься этим сельским хозяйством. Это какая-то положительная черта. Но самое главное, что действительно уже многие, даже мои знакомые, с сельским хозяйством, с своих личных пособных хозяйств, и говорят, что, в принципе, есть определенный рост. Ваши данные это подтверждают? Ну, допустим. Что огороды стали популярны снова? Вот этого я пока сказать не могу, но есть предварительное хотя бы количество, то, что мы обследуем. Ну, допустим, как можно сказать об этом, если перепись была в 2006 году? Да. И сравнивать с 2006 году, в 2006 году было намного больше садовых участков, которые обрабатывалось населением. Сейчас меньше. И поэтому вот государство принимает решение провести какую-то промежуточную перепись между... Вот 10 лет это очень много. Да, это большой срок, не показательный. Да, это не показатели. Сейчас говорить о том, что мы стали больше садами заниматься, пока мы не получим итоги этой переписи, мы ничего не можем сказать. Любовь Алексеевна, мы в любом случае ждем вас тогда к себе в студию, когда у вас уже будут хотя бы предварительные итоги этой переписи, потому что очень интересно познакомиться с результатами. Да, ждать, я думаю, недолго осталось. Ну, хорошо, спасибо. До встречи. До свидания. Я напоминаю, что сегодня с гостями была Любовь Мещанинова, начальник отдела статистики предприятий северского хозяйства Амурстата. Вы смотрели программу «В центре внимания». До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok